Всем привет! Сегодня у нас мукбанг. У меня здесь паста. Паста баланьеза. Не снимала рецепт, потому что я ее делаю самым наипростейшим образом. Покупаю маги на вторую и с фаршем просто пережариваю. А вот здесь у меня салат пенануар. Он у меня уже как-то был, но он был с ананасом. В этот раз я сделала с виноградом. Выложу рецепт. Сняла его. Постараюсь выложить. Я его так корявенько сняла. Короче, не готовьте этот салат никогда в кольце, вот в этом разъемном. Я, значит, снимала, выложила в кольцо весь салат. Сверху накрыла также виноградом. Сняла кольцо. И, короче, все это у меня развалилось, потому что там курица, сельдерей, виноград. Они, ну, такие по консистенции невязкие, да, так скажем. И то есть майонезом, короче, не помог. У меня все это развалилось. Пришлось переснимать. Поэтому, если делаете, то возьмите просто какой-нибудь красивый салатник и аккуратненько вот так вот выложите. Можно положить еще под низ листья салат, и тогда еще будет зеленушка по бокам. Короче, будет еще красивее. Думаю, к 8 марта нормально оно зайдет. Ну, у меня тут еще, понятно, кое-что стоит. Так, я хочу есть. Давайте попробуем пасту. Беспроигрышный вариант. Сколько я пыталась приготовить сама эту пасту. У меня не получается вот такого вкуса. И то я, походу, переборщила с водой. Мне не очень солено. Вот. Так. Давайте. Выпьем. Сегодня такая тема, знаете, я долго думала снимать вообще это видео или нет. Потому что тема, знаете, такие смешанные чувства во мне вызываются. С одной стороны, мне эта тема совершенно безразличная. Я не испытываю каких-то эмоций, ни позитивных, ни негативных. А с другой стороны, все равно как-то она не волнует. Ну, как-то отпечатывается на мне, что ли. Ну, или в жизни она на мне отпечатывалась неоднократно. Это тема отцы и дети. И сегодня я хотела бы рассказать про свои взаимоотношения с отцом. А побудил меня, наверное, на этот рассказ комментарий одной из моих подписчиц, которая сказала, что новая жена, ее мужа, запрещает ему общаться с их ребенком, с их общим ребенком. И я решила сказать, как это было у меня. Давайте. У меня еще, как назло, закончились салфетки. Поэтому надо стараться есть очень аккуратно. Так, ну и салатик давайте. Попробуем салатик. Здесь курочка, сельдерей. Что-то не за лампой, из-за этой нифига не видно вблизи. Курица, сельдерей, виноград, майонез. Все. Больше тут ничего нет. Вкусно, красиво. И всего три ингредиента. Ну так вот, что касается, да, моего отца. Моя мама ушла от отца, когда мне было три года. Вот. Но я отца при этом все равно помнила. Хотя казалось бы, была такая маленькая, но я отца всегда помнила. Я даже знала и помнила дом, где мы жили все вместе. И мама мне потом рассказывала, что когда мы проходили мимо этого дома, я всегда ей говорила, что вот, ты папу бросила, ты его обманула, он на тебе женился. Типа, ты его бросила. Мама говорит, да он не женился на мне. Я говорю, нет, женился. Ты просто не помнишь. И так как я вообще в большую часть своего детства жила с бабушкой и с дедушкой, меня очень, ну, на тот момент, как тоже мне бабушка рассказывала, беспокоила. То есть я очень переживала, что там в детский сад, в школу, там, ну, на 1 сентября приходят мамы с папами. А у меня типа бабушка с дедушкой. И я не понимала, ну, почему это папа вообще со мной не общается. Хотя ему никто не запрещал. Никто не запрещал со мной общаться. Он сам не горел желанием. И вообще мой отец всегда говорил, что типа у него дочери, дочери ему не нужны. А вот у него будет сын. И сын, да, он будет сына любить, будет им заниматься. Значит, все остальное. У меня есть сестра сводная по отцу, старшая. Я ее никогда в жизни не видела, не общалась с ней, не знаю ее. И также у меня есть брат по отцовской линии. И вот его я знаю. Когда мне исполнилось, ну, где-то я не помню точный возраст, от 12 до, наверное, 15 лет, меня переклинило. Мне очень захотелось найти отца, мне очень захотелось с ним пообщаться, познакомиться, вообще узнать, какой он. И тогда еще работали горсправки. И вот я не помню, то ли одна, то ли с кем-то. Я пошла, значит, в эту горсправку. И там, значит, имя, фамилия, год рождения, можно было узнать адрес. Все, я, значит, туда пошла и узнала адрес его новый, где он, значит, живет. И начала мама уговаривать, что поехали, поехали. Я хочу там посмотреть. Мама говорит, ну, мне некогда, типа, я не могу. Мы поехали с моей крестной, значит, на поиски бросились, ездили, ездили. Это, короче, в Новосибирске, кто с Новосибирска, в Мочище. Все, приехали, катались там, катались по всему этому Мочище, не нашли. Не нашли, я опять, значит, к маме пристала. Поехали, 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 нашли. Мы приехали туда, нашли, значит, этот дом. И он был дома, и новая жена его была дома. И, получается, мой брат младший. А причем он, ну, так прилично младше меня, наверное. Ну, лет на 8, на 7, на 8 лет, короче, он был меня младше. Ну, что, мне тогда было лет, там, 13. И ему было, наверное, лет 7. Ну, первоклассником он, по-моему, первоклассником он тогда был. Вот. И, то есть, отец, когда меня увидел, он даже не знал, о чем со мной разговаривать, как со мной общаться. То есть, он больше, там, с мамой общался, а я начала общаться с братом. Вот. Потом, вроде как, мы разговаривались уже и с отцом, и вроде как бы все стало ничего. И я была очень радостная. И ходила, там, знаете, несколько дней под впечатлениями, что, наконец-то, вот, познакомилась. И какой он хороший. Он мне тогда дал тысячу рублей. Для меня это было прям, ну, просто что-то нереальное, что папа мне, там, типа, дал тысячу рублей. Хотя тогда тысяча рублей это уже были, ну, не деньги, можно сказать. Вот. Все, я ходила, значит, восторженная, воодушевленная. И начала с ним общаться. Потом приезжать к ним. Брата забирала наоборот. К нам с ночевой все, вроде как мы общались. Вот. И потом мы с ним куда-то пошли вдвоем с отцом. Тоже то ли погулять, то ли где-то посидеть. Я с ним пообщалась, и меня настигло такое разочарование. Вот просто такое. И я поняла, боже мой, все вот эти вот года, за что я думала, зачем оно мне надо было, для чего все это. Короче, меня постигло разочарование. И я перестала с ним общаться. То есть все, я его нашла. Я получила, что хотела. Я с ним поговорила. Я с ним познакомилась. И, в общем-то, на этом наше общение прекратилось. А с братом мы еще какое-то время продолжили общаться. Ну, недолго мы общались. Потому что я не знаю, что уж там отец ему сказал. Вот. Но брат мне потом, ну, маленький, считай, он мне сказал. Ты, ну, типа, плохая, я с тобой общаться не буду. То ты вот про папу, то ли ты про него плохо сказала, то ли ты про него плохо подумала. Ну, короче, что-то в этом роде. И он со мной общаться тоже перестал. И после этого тишина. Ну, то есть все, ни с кем мы не общались, не поддерживали отношения. Я уже как бы и забыла про это. Ну, как бы, не общаемся, да и не общаемся. И бог с ним. Сколько лет не общались, ничего страшного не происходило. И потом один раз он мне позвонил. Позвонил. И вот, чтобы вы понимали, он сказал мне по телефону там, не привет, это папа. Он мне говорит, привет, это... И называть свою фамилию. То есть он даже, ну, как бы, и себя сам не ассоциировал, да, моим отцом. Ну, и я его, собственно, тоже не воспринимала. Ваше здоровье. Ну, и, в общем-то, не помню даже, по какой там причине он мне тогда звонил, что он что-то хотел узнать, то ли номер телефона, ну, чей-то, то ли что. Вот. И на этом наше общение благополучно закончилось. Больше мы ни разу не виделись, ни разу не созванивались. А в этом году у меня есть ролик на канале, где я делаю обзор на секреты Хана. Это самый первый обзор вообще, который появился на моем канале. Я вот так же уже села, настроила камеру, собралась снимать, тут мне звонит телефон. Мне позвонили наши... Мне позвонила моя подруга, и у нас с ней есть общие знакомые, которые также знают моего отца. И она мне позвонила и сказала, что мой отец умер. Ну, при этом она знала, что мы не общаемся, не поддерживаем отношения. Она мне говорит, что, типа, я знаю, вы не общались, не поддерживали отношения, но все равно не чужой тебе человек, что ты должна знать. И, знаете, я вот села перед этой камерой, ну, как бы снимать, и думаю, как бы, наверное, должно быть у меня какое-то ощущение, ну, там, не знаю, потери, да, там, ну, как что-то должно вот во мне там такое произойти, что неуместно снимать какие-то обзоры, что, может быть, надо там пострадать, подумать и так далее. Потом я поняла, почему должно быть такое. То есть, по сути, да, это не чужой мне человек, это мой родной отец. Но при этом он для меня абсолютно посторонний. То есть, он мне не близкий, мы никогда не общались, я не знала, что с ним происходит, он не знал, что со мной происходит. Да, как бы он мой родной отец. Но, как бы, это не более того. И поэтому, вот, что касается, да, вот подписчицы, которая говорит, вы знаете, если не общается, и не надо. И когда, я не знаю, просто сколько лет вашему ребенку вы не написали, вы, главное, сами не препятствуете. Захочет, возьмется за ум, дайте общение. И, возможно, ребенок сам поймет, что ему это не надо, ни этого общения, да, ни там чего-либо еще, и ребенку станет намного легче. То есть, я благодарна маме, что она не стала говорить, нет, ты с ним никогда не встретишься, он такой-сякой. В общем, когда вот я с ним пообщалась, мне стало намного легче. То есть, у меня отпали какие-то вопросы, почему мы не общались, почему вот так складывалось. Все, я его нашла, я с ним поговорила, я поняла, что это за человек. И все. И больше меня это никак не тревожило. Поэтому в случае чего, главное, не препятствуйте. Ну и вообще, да, я там еще в комментарии вам ответила, что не хочет, да, там запрещает общаться. Да, ну нельзя запретить. Если не общается, значит, сам этого не хочет. А если не хочет, ну и бог с ним заставлять, не надо. Не хочет и не надо. И ребенку, если там потребуется, потом он найдет, сам поговорит, пообщается. Ну это уже на более взрослом, сознательном возрасте будет. И все у ребенка встанет тоже по полочкам в голове. Все будет на своих местах. Вот с братом бы, конечно, я бы, может быть, общалась бы и дальше. Может быть, там, созвонилась бы с ним, дальше общалась. У него уже, я знаю, есть семья, ребенок, то есть, ну, он такой же прям взрослый парень. Я помню даже еще, когда жила в Новосибирске, он работал в Новосибирском зоопарке. Ну, помните, я когда с Макаром приходила туда гулять, я его даже видела несколько раз, но я не стала подходить. Да, там, ну, во-первых, я думаю, что он бы меня уже и не узнал. Там, я-то его с трудом узнала, потому что он уже, ну, там, он тогда был ребенком, там такой взрослый парень. Может быть, даже я с ним бы и поддерживала какие-то отношения, но сейчас уже потеряны все контакты, хотя, наверное, я вру, и при большом желании можно их найти. Вот. поэтому на самом деле ничего такого страшного в том, что нету общения с отцом. Ну, как бы, много таких, да, людей, много таких детей, кто не общается с отцом. Ну, вот, кстати, именно поэтому, ну, вот, я сама выросла без отца. Поэтому я бы никогда не стала вот встречаться, либо, да, связывать свою судьбу с человеком, который бы бросил своего ребенка, потому что я сама была когда-то вот этим брошенным ребенком, да, я понимаю, что это такое, и другим детям, вообще любым, не важно, я такого не желаю. поэтому светлая ему память. Как-никак, ну, папа есть папа, он родной, он один, поэтому папа это тот человек, который за недолгое наше время общения научил меня пить водку. Это был первый человек, которым я попробовала вообще в своей жизни пить водку, да, а вы поняли, сколько мне было. лет на тот момент. Меня мама когда узнала, была в ужасе. Говорят, что девочки сложнее переносит отсутствие отца, а сыновья, наоборот, больше привязаны к матери. Но я, знаете, что заметила? Я и на себе это заметила, и кто вот у меня есть, подружки, кто тоже без отца вырос. вот это, как ни крути, накладывает свой отпечаток. Как минимум, вот в какой-то личной жизни, каких-то предпочтениях вот относительно мужчин, я, допустим, была очень любвеобильная, и мне всегда нравились там парни, мужчины постарше. И я, знаете, в каждом искала именно вот какую-то заботу, не то, что какие-то там вот в первую очередь любовные отношения, а вот именно заботу, чтобы он обо мне заботился. То есть не хватало все равно вот этой отцовской какой-то руки, отцовской заботы, и за счет этого я как-то, ну, вот выбирала для себя там ухажеров, да, там не все остальное, поэтому какой-то все равно отпечатка это, конечно, накладывает. Ну, вот я тоже не знаю, кто у вас, дочь или сын. Ну, вот отчима, кстати, своего, который вот после отца у меня был отчим, я его очень любила, очень, очень любила, никогда не называла там его папой, называла по имени, но я его очень любила, очень уважала, я там всегда к нему прислушивалась, я всегда там с ним ковырялась, что-нибудь в гараже помогала, ну, то есть мне нравилось прям с ним что-нибудь тусить где-то, проводить время, причем какие-то мужские такие обязанности выполнять, я помню еще с дедушкой тоже на даче у меня постоянно какие-то были более-таки мужские замашки, то есть мне не нравилось в куклу играть, мне нравилось там гвозди позабивать в дощечку, мне дедушка на даче просто давал дощечку, я в нее заколачивала, вот здесь сидела. А такие девчачьи, какие там игры, мне нравились уже в меньшей степени. Еще у меня есть, у меня, слушайте, у меня так много родственников, на самом деле, по отцовской линии. Ну, ни с кем не общаюсь, не общаюсь, отношения не поддерживаю. У нас даже в нашей семье, вот в моей, да, с кем мама, не там тетя, моя бабушка, мы, допустим, у нас нет такого, что мы созваниваемся там каждые 5 минут, ну, образно, да, что кто-то куда-то поехал, доехал, обязательно отзвонись, обязательно отпишись. А вот у Саши, у мужа в семье, у него именно так. Так, и когда, куда-то я поехала, и когда добралась, короче, свекрови не отзвонилась. И она мне, ты почему так поступаешь, ты что, меня совсем не уважаешь? А я сначала даже не поедала, вообще, я не могла понять, о чем она говорит, о чем речь, вообще, что произошло, пока я ехала. Все, а для нее, ну, у них принято вообще, вот в семье принципиально важно обязательно созваниваться, то есть говорить, что все хорошо, я там добралась, я сделала то, я сделала это. Я говорю, блин, говорю, да у нас вообще, говорю, такого, ну, не принято, говорю, ну, мы вот так вот не отчитываемся, не докладываемся, надо, ты понимаешь, мы же волнуемся, я волнуюсь, ну, и так далее. Так что, везде свои правила. Мосты лучше. Муж, короче, у меня про этот салат сказал, что с ананасом вкуснее. Вот у этого винограда, правда, во-первых, нельзя заменять этот виноград другим, вот именно с этим надо готовить, потому что другой, он дает какую-то кислинку, либо еще что-то, вот этот самый оптимальный, но вот у этого Red Global, у него очень толстая кожура. Муж сказал, короче, что с ананасом вкуснее, здесь пока эту, короче, кожуру, типа, прожуешь, уже и салат никакой не нужен. Вот, поэтому, что я хотела вообще сказать? Я хочу сказать своей подписчице, которая, да, написала этот комментарий, что все у тебя и у твоего ребенка все будет замечательно, я в этом просто уверена. Пройдет время какое-то, либо все забудется, либо все образуется, то есть в любом счастье и, собственно, и не надо. Вот, все у вас будет прекрасно. Думала, это будет коротенький мукбанг минут на 10, на 15. Что-то опять пошло не так. Да, вытираю руками. Салфеток нет, именно нет. Это я предугадываю некоторые комментарии. Просто реально нет салфеток. Ничего личного. Все, на этом наш мукбанг подошел к концу. Большое спасибо всем, кто смотрел. Всем пока. Да. Спасибо.